Сегодня мы поговорим про Docker и что нужно знать каждому на сегодняшний день. Меня зовут Павел Толстиков. Практически всю свою сознательную жизнь я как-то связан с компьютерами, электроникой, либо с месью этого. Последние 10 лет я занимаюсь бэкэнд-разработкой. В данный момент я работаю в компании ITK. Я руковожу небольшой командой. Мы делаем облачные решения для нашего заказчика. У компании большой опыт по внедрению облачных решений, в том числе OpenStack на основе OpenStack и Kubernetes. В компании есть много именитых партнеров и заказчиков, но далеко не все готовы рассказывать о сотрудничестве, и в том числе и заказчика, на которого мы в данном случае в данное время работаем. Кстати, вопрос к ЗАО. Кто-нибудь знает, как компания Mirantis связана с темой сегодняшнего доклада? Если кто-нибудь знает, напишите в чат. Итак, прежде чем мы начнем, я бы хотел обсудить такой момент, что есть такой набор скилов, знаний, которые нужны абсолютно всем техническим специалистам, разработчикам. Я думаю, все со мной согласятся, что одним из таких самых общих необходимых является знание системы контроля версии, в основном это имеется в виду ГИТА. Без него сейчас никуда ни разработчику, ни тестировщику, ни, может быть, даже дизайнерам и прочим. Ну, и есть еще такой список технологий, можно их найти в интернете, введя запросы must-have skills, must-have tools и тому подобное. И можно еще несколько перечислить, которые могут понадобиться с очень большой вероятностью. Это SQL, как бы даже если вы не будете разрабатывать решения, которые работают с этой базой, это может быть в виде какой-нибудь аналитики, либо еще каких-нибудь задач. Сегодня все приложения, даже все приложения, которые у вас в телефоне, большинство из них, они работают в связке с сервером, поэтому даже обычным пользователям может быть полезно знать какие-то основы сети. Вряд ли кому-то на практике пригодится знание наизусть всех семи уровней модели оси, но знать хотя бы, как работают базовые протоколы, что такое домен, как работает HTTP, может пригодиться. Ну и поскольку все приложения, большинство приложений так или иначе работают с сервером, то встает вопрос, а что у нас крутится на серверах? На большинстве серверов работает Linux, поэтому очень большая вероятность, что вам придется с ним поработать. Ну и касаясь нашей темы, контейнеры, в основном токер, все больше и больше входят в нашу жизнь. И это не обязательно будет какой-то контейнер, который работает у вас на продакшене, и вы непосредственно с ним взаимодействуете. Это может быть, вы найдете на GitHub какую-нибудь интересную утилитку и захотите ее попробовать. Если она написана в последние лет пять, то большая вероятность, что для того, чтобы ее запустить среди одних способов, либо, может быть, одним единственным будет способ сделать это с использованием докера. Что же это за докер? Мы попробуем разобраться. Для начала, для этого я предлагаю отправиться назад в прошлое и поговорить о том, как все зарождалось. Отправимся далеко-далеко. Кто-нибудь знает, что за предмет изображен на картинке слева? Можно писать в чат. В те далекие времена... Да, Алексей прав, это перфокарта. В те далекие времена взаимодействие строилось примерно таким образом. Разработчики писали программы, делали это буквально на листочке, потому что персональных компьютеров не было. Максимум были терминалы или что-то подобное. Эти программы, грубо говоря, стопка перфокарта относилась на вычислительный центр. Там, собственно, происходили все вычисления и результат. Затем в виде, например, какой-нибудь распечатки отдавался назад разработчикам. Ну, соответственно, понятно, что это очень неудобно, очень большой цикл длительный. Если какая-то ошибка, об этом узнаешь только, может быть, на следующий день. Со временем... Кое-что менялось со временем. Со временем, естественно, у нас увеличивается мощность серверов. В принципе, появляются компьютеры у разработчиков, и они становятся все мощнее. Что еще меняется с тех пор? Появляются интерпретируемые языки, такие как Перу, PHP, а также языки с виртуальной машиной, ну, например, Java или .NET. Им нужна... Их отличие в том, что для их исполнения им уже нужна какая-то определенная среда. И среда становится... Как бы требования к среде, они становятся все больше и больше. Мы уже не можем написать просто программу с нуля. Объемы знаний растут, объемы бизнес-логики растут. Для того, чтобы быстро писать программы, мы используем различные фреймворки, библиотеки. Эти библиотеки могут требовать другие библиотеки в качестве зависимости. В общем, кажется, что поменялось очень много, но тем не менее сам подход с разделением на разработчиков и оперейшн, опс, тех, кто эксплуатирует, он во многих случаях остался. Это разделение осталось. Оно может иметь разную форму. То есть это могут быть совсем разные компании. Это могут быть разные отделы в одной компании. Либо в случае какой-нибудь небольшой компании из двух-пяти технических специалистов может один человек совмещать эти роли. Но тем не менее эти роли традиционно выделяются. И нужно это учитывать, как бы это взаимодействие. Хорошо, давайте теперь вернемся назад в будущее. Ну, точнее, относительно нас, это уже некоторое прошлое. Я предлагаю вернуться в 2010 год. Ну, или чуть раньше, в общем, в 2000-е годы. Да, и давайте проектируем типичный веб-сервис. На чем мы его будем писать? У кого какие предложения есть? На чем писали веб-сервисы в 2000-х годах? Да, любимый вопрос. Мнения разделились. Кто-нибудь знает, что за аббревиатура LAMP? Ну, собственно, эта аббревиатура подпадает под одно из предложений писать на PHP. Да, все верно, это Linux, Apache, MySQL, PHP. Итак, представим себе условный веб-сервис. Ну, вот, собственно, на картинке весь LAMP. Ну, Linux, опускаем за скобками, на нем крутится наш Apache, MySQL. Так, сервис стартует. Но со временем нужно какие-то дополнения. Появляется необходимость выполнять какой-то код, делать какие-то задания по расписанию. Либо это может быть подготовка данных, либо это какие-то задачи, обусловленные бизнес-логикой. Что-то сделать в определенный момент времени. Мы заводим строчку в кроне, она запускает PHP скрипт, все окей. Потом мы ставим Nginx, чтобы медленные пользователи с медленным каналом не пожирали воркеры на Apache. Потом мы ставим... У нашей MySQL базы появляется реплика для того, чтобы обеспечивать высокую доступность, либо для того, чтобы большую нагрузку давать. Потом мы добавляем кэширование. Ну и потом, например, добавляется очередь с каких-то заданий. Пользователь заходит на сайте, что-то делает. Мы в ответ должны что-то в фоне посчитать. Очередь разбирается тем же самым PHP скриптом, который запущен в консоли и долгое время работает. Какие могут быть проблемы, в данном случае инфраструктурные? У кого-нибудь есть какие-нибудь предположения? Проблемы, сложности? Вот мы написали такой сервер. Сервис, он писался там несколько лет, эволюционировал, начинался с одного сервера. Причем вы видите, что на экране, на картинке вообще никак не обозначена граница серверов. То есть все эти блоки, они могут быть как на одном сервере, так и на разных. Да, в чате называют одни из действительно важных проблем. Это время на окружение. Я не знаю, что значит время. Обновление компонентов может быть сложным, переносить сложно. Деплой. Ну, действительно, всем, наверное, знакома такая подобная архитектура веб-сервиса, всем знакомы подобные проблемы. Ну, давайте посмотрим, какие проблемы я выделил. Первая проблема, я ее называю «У меня работает». А чего так происходит? Что это за проблема? Это когда вы что-то делаете, например, на своем каком-то локальном окружении, и у вас все работает, а потом вы отправляете этот же самый код в продакшн, и там случаются какие-то проблемы. Да, в чате еще подсказывают, тестовое окружение создать сложно. В точку. Ну, да, есть еще, собственно, целый блок проблем, которые связаны с окружением. Разворачивание окружения, ну, то есть это создать либо какое-то тестовое, либо какое-то подобное окружение сложно, потому что это все в течение долгого времени это в течение долгого времени эволюционировало, и уже повторить это довольно сложно. Случаются конфликты. Допустим, мы хотим обновить версию PHP, но не сразу для всего проекта, а для какой-то части. Если речь касается common-line скриптов, это еще более-менее осуществимо. Если мы говорим про патч, это уже намного сложнее. Ну, и проблема экзотического environment. Я называю это то, что какой-то environment просто недоступен. Разработчик хочет попробовать какую-нибудь штуку, написанную на Java, запустить какой-нибудь сервис, какую-нибудь базу. Но для того, чтобы ее запустить, нужно, чтобы Java, если ее не было, оказалась абсолютно во всех окружениях, правильно настроенная и так далее. Ну, и есть еще блок некоторых проблем. Например, логи. Казалось бы, какие проблемы могут быть с логами? Ну, все программы пишут логи, бери, дочитай. Но проблема в том, что логи эти разбросаны по системе. Если произошла ошибка во время выполнения PHP-кода, если этот код выполнялся, когда пришел запрос, то, скорее всего, ошибка попадет куда-нибудь в логи Apache. Если же этот же код вызвал ошибку, когда он выполнялся в каком-нибудь разборщике очереди, ошибка попадет в другое место. Ну, и к этому можно еще добавить, что какие-нибудь редко... Ну, компоненты, которые мы даже не думаем, что они могут являться проблемой, там, мэмкэш какой-нибудь, про его логи могут забывать. И если в случае каких-нибудь проблем, не сразу человек найдет, где их искать. Обновление кода. Про это говорили в чате. Казалось бы, с PHP никаких проблем нету. Заливай новый код, и он работает. Но даже в этом случае есть, например, сложности с тем, что есть разборщик очереди, который запускается, работает долгое время, и у него-то код как раз не обновится до сих пор, пока он работает. И есть проблема обнаружения сервисов. Каждая стрелочка, практически каждая стрелочка на этой картинке – это какое-то сетевое подключение. Как мы обычно делаем? Мы берем и в коде выделяем один какой-то файлик, в коде пишем адрес такой-то, порт такой-то, где-то есть для авторизации юзер, пользователь, токен. Ну, понятно, что это сложно поддерживать, изменять, плюс начинаются сложности, когда мы, когда у нас несколько окружений, в том числе тестовое или окружение разработчика. Все эти проблемы, они, в принципе, какое-то решение имеют. То есть вопрос в том, что на это надо потратить много времени, сил. Ну, например, различия в окружении можно решить как. Если у разработчика есть свое тестовое окружение, ну, пусть разработчик поставит такую же операционную систему, как и на сервере, с тем же самым набором пакетов. Ну, согласитесь, это немножко, может, немножко не понравится разработчикам. Есть в этом, во всей этой, во всех, во многих этих проблемах есть проблема различия, не универсализации. Ну, естественно, да, как уже в чате догадались, мы попробуем решать эти проблемы с помощью докера, с помощью контейнеров. В реальной жизни контейнеры решили проблему различия разных товаров и ускорили погрузку-разгрузку транспорта. Что же решают контейнеры в Linux, и что они вообще себя представляют? Ну, для начала посмотрим на то, как приложение в Linux запускается без контейнеров. Есть hardware, это реальный или виртуальный сервер. На него ставится операционная система со своим ядром. В данном случае мы говорим только про Linux. Вот в операционной системе стоит какой-то набор библиотек и других вспомогательных утилит. И запускаются наши приложения. Все приложения работают с общим набором библиотек. Если для какого-то приложения нужны другие библиотеки, то мы можем, опять же, доставлять их в систему. Это может повлиять на другие уже работающие приложения. Ну, и раз мы говорим про контейнеры, в принципе, надо поговорить немножко про виртуальные машины, потому что они, вроде бы как, тоже решают проблемы эти. Но давайте посмотрим, как это работает. На компьютере также стоит операционная система и библиотеки и устанавливается какой-то гипервизор, который создает новые виртуальные машины. Эти виртуальные машины выглядят вполне точно так же, как и реально, и на них можно поставить свою операционную систему. Причем преимущество в данном случае будет в том, что можно поставить абсолютно любую операционную систему, даже другого семейства. Мы можем запустить виртуальную машину и поставить на ней операционную систему Windows, хотя это будет крутиться на сервере на Linux. Ну, и приложение получается изолировать с помощью этого. Но если мы посмотрим на картинку, приложение 3 крутится в своей виртуальной машине. Получается, что для того, чтобы изолировать приложение, нам, получается, нужно, может быть, потратить довольно много ресурсов. И я попробовал отразить прозрачность у библиотеки и ядро на хостовой машине, потому что они как бы для работы приложения не важны. Ну и давайте, собственно, перейдем к контейнерам. Значит, у нас есть сервер, на него устанавливается операционная система со своим ядром и каким-то набором библиотек. Есть рантайм, который запускает контейнеры, и контейнер запускается со своим набором библиотек, которые ему нужны для работы. В данном случае все приложения работают с тем же самым ядром, который стоит в операционной системе на машине, но со своими библиотеками. За счет этого получается изоляция, но при этом не так много накладных расходов на эту изоляцию. Мы можем сравнить все три схемы. В принципе, на самом деле существуют, например, какие-то гибридные схемы, когда запускается виртуальная машина, на ней запускается рантайм контейнеров и запускаются контейнеры. Это делается для того, чтобы получить большую изоляцию, в том числе в плане безопасности. Но мы сильно не будем вдаваться в детали и поговорим просто про обычную схему, когда на машине запускается контейнер рантайм. За счет чего работают контейнеры? Контейнеры работают за счет механизмов ядра. Я выделяю основные. Это namespace, это пространство имен, которые позволяют изолировать различную видимость различных ресурсов. Например, есть сетевой namespace, который изолирует доступные сетевые адаптеры, namespace файловой системы или namespace процессов. Второй пункт — это C-группы. C-группы позволяют ограничить использование ресурсов процессоров, памяти, ввода, вывода. Capabilities позволяют более гранулярно управлять правами. То есть все привыкли, что в системе root он может делать все, что угодно, но с помощью Capabilities мы можем получить такого root, который не может, например, залазить в чужие файлы либо что-то подобное делать. Ну и OverwayFS позволяет, дает контейнерам файловую систему своеную. Причем OverwayFS в Linux-ядре появился позже анонса докера. До этого там были другие механизмы. Но в данном случае это уже стандарт для всех систем контейнеризации. Итак, когда же появились контейнеры в Linux? Напишите кто-нибудь в чат, сколько цифру от нуля до трех, сколько логотипов вам знакомы. Я честно признаюсь, я знал до подготовки лекции, я знал только два. Но большинству знаком всего лишь один логотип. Да, все правильно. Правильно пишут в чате. Второй логотип — это LXC. Третий — это всем известный Docker. Первый — это OpenWZ. Наверное, одна из первых. OpenSource систем виртуализации. Наследник коммерческих систем виртуоза. Итак, мы видим, что до Docker были другие системы контейнеризации. Причем истоки начинались еще где-то в 2000-х годах из FreeBSD, в чате правильно подсказывают Jails. Ну и в Solaris контейнеры тоже появлялись где-то в 2000-м году. Если контейнеры были и до Docker, в чем же преимущество, собственно, Docker? Ну, тут есть несколько моментов. Первый — традиционно считается, что различные технологии распространяются разными, имеют два пути распространения. Сверху вниз — от руководства техническим специалистом и снизу вверх. Сверху вниз — это когда какая-то технология через рекламу, отделы продаж. Либо еще как-то приходит в компанию, технология спускается к применению, а снизу вверх — это когда технический специалист, где-то прочитав на форуме или найдя на какой-то конференции упоминание, смотрит технологию, ему интересно, он приносит ее в компанию. Считается, что Docker зашел именно снизу вверх, то есть от разработчиков. Ну, чем же он так интересен разработчикам? Можно выделить несколько моментов. Первое — это слоеная файловая система. Мы про нее немножко дальше поговорим. Второе — это Docker Registry. Docker Registry — это репозитарий для готовых образов контейнеров. Ну и Docker Hub — это публичный репозитарий, он так же, как и GitHub, собрал в себе большинство доступных приложений. Ну, можно рассматривать Docker Hub как пакетный менеджер. То есть если нам нужен какой-нибудь сервер базы данных либо что-то еще, мы просто пишем Docker Pool, команду взять из Docker Hub, из Docker Registry, которая по дефолту идет в Docker Hub, и получаем нужный образ. В Docker включается... Docker содержит свою систему сборки с файлом, описывающим Docker файлом. Docker со старта был для всех платформ. Да, конечно, для Windows и Mac он был в виде Docker Toolbox изначально, но тем не менее можно было работать. Ну, а сегодня он еще развивается и продолжает уже работать практически нативно. В Docker есть поддержка различных режимов сети и различных сторожей переключаемых. Своемая файловая система. Почему же она так важна? И для чего она вообще? Как мы говорили, приложению нужно какое-то свое окружение. Но если мы запускаем множество контейнеров, множество различных образов, чтобы не делать под каждый контейнер полностью свой набор файлов, используется освоенная система. То есть в данном случае пример. Большие кубики — это образы контейнеров, а тонкие кубики — это запущенный контейнер. В данном случае все контейнеры построены от одного базового контейнера Ubuntu. И в данном случае базовый образ Ubuntu может быть довольно большим, порядка 500 мегабайт, например. Но если мы запустили 5 контейнеров, это не значит, что для этого нам нужно 500 мегабайт умножить на 5 дисковое место на диске. Нет. Все системы используют один и тот же слой, а все слои, они только для чтения идут, а запись возможна только в самый верхний слой, в котором запущен сам контейнер. Таким образом, если несколько образов строятся из одних и тех же слоев, то у нас получается переиспользование. Dockerfile — это система сборки. Dockerfile представляет собой декларативное описание того, что же мы хотим получить в итоге в образе контейнера. По поводу декларативности есть, конечно, вопрос, потому что там есть команда run, которая просто выполняет любые команды. Но, тем не менее, там есть набор директив, и эти директивы при взгляде на Dockerfile в принципе становятся довольно понятны, что же тут происходит, какое окружение тут создается. Ну и пришло время небольшой демонстрации. Значит, для демонстрации я использую виртуальную машину Multipass от Canonical. Я создал новую виртуальную машину с параметрами по умолчанию и гигабайт оперативной памяти. Добавил туда попуск подготовленными файлами. И сейчас мы туда зайдем. Итак, мы зашли в систему. В данном случае я уже заранее установил Docker. Я сделал app install. Если у вас докера нет, в Linux вы можете поставить его просто из любых пакетных менеджеров. Если вы зайдете на страницу с докером, там будут рекомендации, как поставить на официальную страницу. Там будут рекомендации, как поставить последнюю раз последнюю версию. Ну, в данном случае это особо нет необходимости в этом, поэтому можете ставить любую, которая есть в пакетном менеджере. Единственное, что в разные времена, в разных менеджерах они назывались по-разному. Это может быть Docker CE, и Community Edition, Docker IO, Docker Engine. Итак, на машине есть Docker. Давайте посмотрим, какой он версии. Итак, мы запускаем клиент, и мы видим ошибку. Дело в том, что Docker работает по клиент-серверной технологии, и на машине запущен сервер, а клиент общается с ним по сокету. По умолчанию создается UnixSockets в пути в AranDocker. Это нам позволяет, в принципе, например, в чате вижу уже, поднимаются вопросы, как и всегда, наличие докера на Windows. Например, если у вас машина под боком, вы можете просто пробросить этот сокет и работать на своей машине, а сервер будет на другой машине. Так, давайте добавим прав. Можно, конечно, запускать из-под рута, но можно добавить в своего пользователя, можно добавить в группу Docker, ну и надо перезайти. Так, мы подключили их к серверу, все в порядке. Мы видим версию, можем начинать демонстрацию. Итак, для демонстрации я взял, я написал самое простое приложение, которое слушает по HTTP порт и отвечает хостнеймом. приложение запускается на 15-й строке, 16-й – это вывод логирования, регистрируется обработчик корневого пути, здесь команда «слушать», заданный порт на всех интерфейсах. В случае подключения мы пишем в лог, опять же, с какого адреса пришло подключение и отвечаем нашим хостнеймом. Ну, мы можем даже запустить ее для демонстрации на хосте и зайти. Все, наш хост называется Docker 2020. Все работает. Теперь Docker файл. Docker файл – это, как я уже говорил, это декларативное описание того, что же нужно сделать для того, чтобы собрать Docker контейнер. В данном случае Docker файл начинается с директивы from, эта директива говорит, из какого другого контейнера, какой контейнер взять за основу. Мы берем за основу контейнер go-lang, то есть это контейнер, который находится на Docker Hub, в котором есть все для сборки go-lang, приложений. Второй строкой мы добавляем исходный код, третьей строкой мы запускаем компиляцию. И, казалось бы, это все, можно такой контейнер и отдать, в принципе, но тут такой момент, что в данном случае в нашем образе контейнера будут не только исполняемый файл, но и исходный код, и система сборки. Необходимости в этом на продакшене для запуска приложения нет. Поэтому в данном случае происходит двухступенчатая сборка, вторая ступень просто берет и копирует файл из предыдущей ступени. Вторая ступень начинается с Alpine. Это специальная сборка, которая занимает очень немного места. Ну и для того, чтобы в данном случае не качать из сети большой образ, я покажу, как можно... Образы контейнеров можно передавать не только через Docker Hub либо через свой регистр, но и на лотар-файла есть команда docker-save. я ее, собственно, до этого предварительно сделал, которая может один или несколько образов контейнеров сохранить в один файл. Этот файл потом можно передать и загрузить, что я в данном случае и делаю. Этот файл загрузился, и, как видите, файл один, но тут несколько записей. То есть все слои, они и передаются отдельно, в том числе, когда мы работаем с registry, если мы изменили какой-то один слой, то передаваться будет только один этот слой. В том числе и когда на продакшене вы запускаете новую версию образа, будут выкачиваться только измененные слои. Итак, мы, в принципе, можем собирать контейнер. В команде docker-build нужно указать путь до папки, в которой лежит docker-файл. Там есть другие режимы, но как бы это основной будем его рассматривать. Итак, у нас запускается сборка. Все эти строчки, которые были написаны в docker-файле, они в данном случае выполняются и выводятся на экран. Step, шаг, один из шести. И обратите внимание, сейчас идет pulling from library alpine. то есть я загрузил образ с go-lang, а alpine просто сейчас абсолютно автоматически скачался с docker-хаба. Ну и мы можем собственно посмотреть, а какие, что же у нас получилось. Команда docker-images показывает имиджи. Вот, у нас есть go-lang, который мы загрузили командой docker-load, у нас есть alpine, который сейчас скачался с docker-хаба, и еще две записи. Две записи, потому что двухступенчатая сборка. В последней колонке размер, показывается размер, как видите, если бы мы ограничились одной ступенью, у нас бы общий размер был 800 мегабайт. но итоговый размер контейнера получился всего лишь 13 мегабайт. У образов есть ID, и можно, конечно, работать с ID, но это не очень удобно, поэтому есть теги. У одного и того же образа может быть множество тегов. Мы можем добавить тег с помощью docker-тег, либо мы можем повторить сборку контейнера передав произвольное количество тегов. Как видите, в данном случае сама сборка произошла практически мгновенно. И в отличие от предыдущего здесь появились строчки using cache. Система сборки докера смотрит на содержимое файлов, если мы говорим, например, про копирование файлов. Если файл не изменился, ну и сама строчка в docker-файле не изменилась, то используется слой из кэша. Это ускоряет повторную сборку. давайте снова посмотрим на образы, которые у нас есть. Теперь у нас нашего образа появилось имя dmsrv и появился тег latest. Тег latest это тег, который докер добавляет по умолчанию, если мы не указываем какой-то определенный тег. у образов может быть произвольное количество тегов. Это удобно для версионирования. Ну и еще, если говорить про образы, есть такая команда как history. Она позволяет посмотреть, как же строился этот образ. Если мы посмотрим на наш образ, то мы увидим четыре записи, четыре строчки. Две строчки это команды, которые выполнились три минуты назад, то есть мы скопировали готовый бинарник из другого контейнера. и kmd это просто указание какую команду запускать. А две строчки это как строился alpine. Alpine для минимизации размера строится вне и просто файлы копируются в токер. Если мы посмотрим, ну также мы можем посмотреть историю другого образа. это образ, который начался с go-in и видим, что в отличие от alpine go-in у него там какой-то десяток записей в докер файле, десяток инструкций. addfile 4 минуты назад это собственно наш исходник 300 байт ну и запуск компиляции. Все, у нас готов образ, мы изучили как он строится по слоям, можем запускать контейнер. Давайте будем запускать его давайте просто давайте запустим его в detached D либо длинная запускает его в фоне и мы можем продолжать работать. Ну, мы запустили контейнер, мы помним, что это контейнер, который вроде бы отвечает на http запросы. Давайте попробуем сходить к нему. Ну, в данном случае мы не можем подключиться, потому что у контейнера своя сеть, а мы не пробросили порты. что же мы можем еще увидеть у этого запущенного контейнера. Ну, во-первых, есть список запущенных контейнеров. Да, если вы обратите внимание, давайте снова отправлю блэс. В последнем столбце контейнера есть имя. Мы это имя не задавали, хотя у нас есть возможность задать имя при запуске. Но если оно не задано, то докер генерирует имя случайно, у него есть набор прилагательных и существительных, и иногда довольно забавные комбинации получаются. Также мы видим собственно образ, команда запущенная, когда все это было. И есть столбец sports, но он в данном случае пустой. Мы можем увидеть логи. И чтобы нам увидеть логи, мы должны передать название либо айдишник запущенного контейнера. У образа нет логов. Поэтому если бы мы написали demo.srv, это была бы ошибка. Мы видим лог, что приложение запущено. Давайте его остановим. Давайте установим контейнер, потому что нам еще нужно сделать что-то с портом. нам нужно пробросить порт. Мы говорим какой порт. Куда пробросить и пробуем. нам приложение ответило и как видите ответило на совсем другим хостнеймом. То есть на машине хостнейм докер 2020 ответило нам хостнеймом, который совпадает с кратким айдишником запущенного контейнера. соответственно мы можем также увидеть статус запущенного контейнера, увидеть его логи. Еще интересный момент, что контейнер, который мы остановили, он на самом деле продолжает быть доступен. Мы можем, если добавим all, по умолчанию выводятся только запущенные, увидеть его запись, она будет какое-то время, можем увидеть, прочитать логи. Так, мы подключились к контейнеру, а теперь давайте подумаем, давайте посмотрим, что же контейнер из себя представляет, как он вообще в операционной системе выглядит. Есть такая команда docker inspect, она может вывести довольно много информации, так, она дает довольно большой JSON-чик, в котором есть например, IP-адрес из какой-то другой сети, и еще интересно в этом JSON-чике, что есть блок state состояния, и в этом состоянии указан PID, то есть ID-шник процесса. с таким большим JSON-чиком конечно неудобно работать, но в принципе можно у докера есть опция формата, сейчас попробуем. Я загрузил предварительно подготовленные я загрузил предварительно подготовленную команду, то есть есть опция формат, мы можем из этого JSON-чика надергать все, что нужно, ну, либо можно то же самое сделать с помощью jq, мы можем найти, так, почему-то стоит у нас, а, потому что да, мы видим процесс, ну, и собственно, если мы выведем все процессы в системе, давайте посмотрим, сколько их, чуть больше сотни процессов, 112, мы можем увидеть этот процесс, то есть как будто бы он у нас запущен в системе от рута, и, казалось бы, а что же это за контейнер, что же это за изоляция, если мы взяли какой-то процесс, запустили его от рута, он может все, что угодно делать, ко всему иметь доступ, ну, давайте посмотрим, а вообще, кто его запустил, есть там, значит, показать пиды, показать родителей, да, и мы видим такую цепочку, как контейнер D, который запускает, собственно, этот процесс, контейнер D, это часть докера, которая отвечает именно за рантайм, за запуск контейнеров, изначально это было общая с докером компонент, потом впоследствии этот компонент был выделен в отдельную сущность, и сейчас он находится, управляется в Cloud Native Computing Foundation, это некоммерческая организация, в которой есть такие проекты, контейнер D, Kubernetes, и очень много других интересных проектов. Так, теперь давайте, собственно, посмотрим, давайте для удобства я что же видит этот процесс и может ли он в систему попасть. я уже говорил, что контейнеры строятся на namespace, мы можем посмотреть namespace у каждого процесса. Команда list namespace. Итак, мы видим, что есть семь разных типов namespace, два из них, похоже, этот процесс разделяет с остальными процессами в системе, но mount это собственно ограничение области файловой. Например, PID и NET сетевой, они у него свои, в третьем столбце выводится количество процессов внутри этого namespace, а дальше какой-то один из процессов. Если мы хотим все, то мы можем lsns название namespace и увидеть все процессы. Итак, что же это нам дает? Например, мы можем взять и посмотреть, что же видит процесс. давайте сначала посмотрим, что же у нас есть на хосте сеть. Итак, на хосте у нас есть сетевой адаптер из виртуальной, который 192, 168, 64, и докер еще свой адаптер сделал, свою сеть. давайте теперь посмотрим, что видит наш запущенный в контейнере процесс. Для этого мы можем окунуться, как бы окунуться в этот процесс. Давайте сначала справочку. Мы можем либо во все namespaces сразу, либо выборочные какие-то оказаться. NSEnter по умолчанию запускает ту же самую программу, с которой она запущена, то есть мы запускаем из bash, а он запустит новый bash. Он сделает форк, поменяет namespace и запустит там bash уже в том namespace. Давайте попробуем. Естественно, все это надо делать. у него есть такая опция, как target, то есть мы можем взять, попросить его, возьми namespace из какого-то процесса. Ну и в данном случае мы хотим попасть в net namespace. Ну итак, мы теперь судя по подсказке мы root и что мы можем ну и давайте посмотрим сеть. нам интересно сеть. Мы видим, что как будто бы этот процесс запущен на машине, на которой есть только loopback и всего лишь один адаптер с адресом 172.2. То есть это и есть специальный виртуальный интерфейс, который был создан специально для этого контейнера. Поэтому несмотря на то, что мы root, мы не можем взять и прослушать трафик, который есть на машине, например. Ну хорошо, с namespace, с сетью определились. Какие же есть еще давайте помимо сети нас может интересовать PID, это namespace, пространство времен ID-шников процессов и например mount. И мы запускаем. И в данном случае мы получаем ошибку, потому что как я уже говорил, NS enter делает fork, меняет namespace и запускает тот же shell, ту же программу, которая его запустила, в данном случае bash, но контейнер, который мы строили, мы его строили из альпайна. Альпайн не содержит bash, он содержит только более легковесный shell. Но, к счастью, мы можем просто указать, какую программу запускать и укажем shell. Итак, мы оказались внутри этого контейнера. Ну, не совсем внутри контейнера, но внутри части из namespace. Ну, и мы можем посмотреть весь список процессов. Ну, давайте на всякий случай head, чтобы экран не ушел. Ну, на самом деле тут всего лишь 4 процесса. То есть, мы видим, что изоляция с помощью namespace, она работает, и данный процесс, он не может видеть другие процессы, которые запущены в других контейнерах или на хосте. Соответственно, он не может с ними взаимодействовать, посылать сигналы и так далее. Ну, и давайте посмотрим список файлов. Мы видим среди прочего исполняемый файл, который был в образе контейнера. Да, еще что может быть интересно. почему же Alpine такой занимает так мало места? Ну, в принципе, есть большинство утилит, к которым привыкли, мы можем запустить топ, это работает. То есть, как они умудрились упаковать все это в 5 мегабайт? Ну, давайте до этого посмотрим, а что же собственно, лежит в Alpine. Ну, а в Alpine практически нету отдельных файлов, то есть, лежат только симлинки из отдельных утилит на BusyBox. BusyBox это специальный такой набор, специальная утилита, которая выполняет все функции, которые выполняют отдельные утилиты. такие как LSTOP. Мы можем запустить и увидим тут список всех утилит, которые она выполняет. За счет того, что все это находится в одном исполняемом файле, получается экономия за счет, ну, за счет того, что все переиспользуемые участки кода, библиотеки, там, рантаймы, все это используется только один раз, а не для каждой отдельной маленькой утилитки. Мы вернулись в хост. на этом, наверное, с демонстрацией практически все. еще еще я бы хотел показать задачку. Давайте остановим наш контейнер. Итак, у нас есть два докер-файла, которые выглядят практически не на кого. Мы делаем, мы начинаем строиться из Alpine, создаем директорию и выполняем команду stat. Команда stat, она проверяет мета-информацию директорию или файла, и, соответственно, если файла нет или нет доступа, она возвращает нулевой код ошибки, а команда run, она, если случился ненулевой код ошибки, то есть, если программа выполнилась ошибкой, то построение прекращается. Ну, собственно, вопрос задачки, будет ли одно и то, будет ли результат одинаковый, если мы будем строить контейнеры по этим файлам. Давайте попробуем. Итак, в первом случае контейнер построился, и мы видим вывод команды stat, она говорит, ну, она, собственно, как я говорил, выводит всю мета-информацию директории SBIN. Давайте теперь попробуем построить второй контейнер. Да, и в данном случае контейнер не построился. случилась ошибка и построение прервалось. Ну, и это такой задачка, если у кого-то есть предположение, что происходит, пишите в чат, там некоторое время надо подумать. Итак, мы немножко поигрались с докером, и хотелось бы еще сказать о том, как делать правильные образа. Один из пунктов это повторяемость сборки, чтобы в случае каждой разной запущенной сборки результат был тем же самым, в случае если изменилось всего лишь немного, собственно, только эти изменения и были. Мы поговорим про это немножко позже. Другое правило это нужно создавать один образ для любого окружения и в тестовую среду, и во время разработки и в продакшн. Если это не выполнять, то может так случиться, что мы в тестирование отдали образ, тестирование завершилось успешно, дальше мы берем исходный код, из которого устроился образ, собираем новый образ, и могут быть проблемы. Поэтому правильнее один образ везде. у образа должен быть говорящий тег, то есть мы видели, что докер позволяет делать тег по умолчанию latest, но с ним могут быть проблемы в том, что если мы собрали новый образ с тем же тегом latest, то на машине, где мы его хотим запустить, мог быть предыдущий, и не факт, что во-первых, он будет стянуться именно свежий, плюс проблемы могут быть, если мы захотим вернуться на предыдущую версию. Понятно, что не стоит пихать в образ ничего лишнего, но все-таки лучше оставлять диагностику. Как мы видели, если нам захочется что-то поизучать, что же происходит в контейнере, если там не будет никаких уделит, просто бинарник приложения, если там не будет шела, то мы просто не сможем ни через какие-то команды NS-Enter, ни через Docker-Exec ничего сделать. Когда пишем Docker-файлы, думаем про слои, чтобы было максимум переиспользования, чтобы слои как бы слой это логическая единица, поэтому не стоит в попытках угнаться за размером, пытаться в слой запихать все, что угодно, но и не стоит делать лишние слои. Отдельно можем поговорить про повторяемость сборки. мы можем указывать, например, когда мы указываем из какого контейнера, какой контейнер взять за основу, мы можем указать опять же tag-latest, ну или просто без тега, но tag-latest, допустим, если посмотрим на API, он каждую буквально несколько дней, каждую неделю смотрит на новый образ. В данном случае никакой повторяемости не будет. Мы можем указать версию, причем версию стоит указывать максимально полно, то есть у Alpine есть tag-и 3, 3.10 и 3.10.5, например, если 3.10.5 это последняя версия, они все будут смотреть на один и тот же образ. Но как только выйдет 3.10.6, то Alpine 3.10 это уже будет смотреть на другую. Даже указание полной версии, максимально полной версии, оно не гарантирует, что образ будет тот же, потому что Alpine могут пересобрать ту же самую версию, например, в попытках устранить какую-нибудь критическую уязвимость или каких-нибудь подобных причин. у докера есть возможность указывать на конкретный хэш, конкретный идентификатор образа. Ну и в данном случае этот хэш будет всегда, пока этот образ доступен на докер хабе. Ну и, соответственно, понятно, что в данном случае есть какой-то баланс, либо мы получаем абсолютно повторяемую сборку, либо мы, например, фиксим те же самые критические баги просто при следующей сборке. Ну, вообще лучше, конечно, фиксы с критическими багами как-то отдельно раскатывать от выкатки новой версии вашего приложения. Никогда не следует запускать apt-upgrade или уж тем более dist-upgrade. Собственно, если вам захотелось это сделать, то стоит подумать, может, просто есть базовый образ, с которым уже все эти проблемы решены. Ну и то, что касается то, что касается, например, слоев и прочего, вот есть здесь на слайде пример многострочной команды run. одна эта команда демонстрирует очень множество советов. во-первых, можно писать многострочные команды через backslash для удобства чтения и последующего там редактирования переносить на каждую строчку по компоненту. В данном случае мы видим, что, например, Ruby мы ставим определенной версии или S3 кмд определенной версии, но то есть тоже с каким-то ограничением по версии. Это, опять же, даст какую-то уверенность в том, что результат сборки всегда будет одним и тем же. Еще интересный момент, что в данном случае среди устанавливаемых пакетов есть Curl. Кому-то покажется, что это лишним, вроде бы, как Curl есть на каждой системе практически, статистически, но лучше явно написать. То есть, если Curl уже есть, то ничего страшного не случится, второй не поставится, но при этом у нас не будет проблем, если вдруг потом будет другой базовый образ, в котором нет Curl, а он вашей программе нужен. ну и то, что это все выполняется в одной команде, позволяет, например, сделать вначале апдейт данных Actitude, узнать, какие пакеты есть, и в конце команды удаляются эти данные, потому что они больше не нужны, и поскольку это все происходит в одном слое, в один запуск, то контейнер этими образы контейнеров не разрастаются этими файлами. Если мы apt-get update запустим в одном слое, в одной команде, а удалим в другой, то на самом деле первый слой будет содержать все эти файлы, а второй просто отметку о том, что они удалены. Ну и вопрос возникает, а любое ли приложение можно запустить в контейнерах? Чисто технически вроде бы да, но удобнее, если приложение немножко подготовлено к тому, чтобы запускаться в контейнерах. Что это может быть? Как мы уже говорили, лучше собирать один образ для любого окружения и в разработке, и в тестировании, и в продакшене. Но в том числе, чтобы этого достичь, нужно, чтобы приложение можно было конфигурировать как-то извне. Если для конфигурирования приложения нужно его пересобирать, то этот пункт получается невыполнимым. конфигурация может быть через переменное окружение, через какие-то внешние сервисы, может быть, в принципе, даже через файлы, но это, конечно, менее предпочтительный вариант. Логи. Приложение в контейнере пишет логи в stdout. Это позволяет использовать все системы логирования, встроенные в Docker, и мы можем подключить единое место сборки логов. Если ваше приложение пишет лог в рядом лежащий файл, то этот файл останется только в самом контейнере. В идеале приложение должно быть stateless, но, естественно, все мы понимаем, что какое-то состояние все-таки есть. Если у вас весь сервис stateless, не так часто может нести какую-то пользу. Все равно есть какие-то state, какие-то данные. Но важно помнить, что не нужно стейт, нужно стремиться к тому, чтобы уменьшать количество разного стейта по разным компонентам. то есть это в том числе уменьшает возможное количество вариантов эффектов, side-эффектов, ну и упрощает работу с этим в контейнерах. Также рекомендуется запускать в контейнере один процесс, но на самом деле это не совсем что только один процесс, но рекомендуется запускать только родственные процессы. То есть допустим, если мы возьмем какой-нибудь Postgres SQL или Apache предыдущих версий, он запускает на каждый запрос, они запускают на каждый запрос по отдельному процессу. И такие приложения в принципе можно запускать в контейнерах. Здесь же речь именно про то, что разного рода процессы. Но об этом мы еще немножко позже поговорим. Такой набор правил приложений был предложен по-моему Heroku. Назвался 12-факторные приложения. Есть там Манифест. Они, конечно, немножко заточены именно под Heroku, но в целом в общем несут правильные подходы. Я думаю, в любом случае стоит изучить и какие-то общие правила применять при написании приложений. Ну и про несколько процессов. Как я уже говорил, технически можно, да, мы можем просто указать, чтобы у нас при запуске запускался shell-файл, который запустит, например, нужные процессы. Но тут могут быть проблемы. если процесс, который запустили, остановится, то контейнер рантайм никак это не заметит, и контейнер продолжит работать, а мы будем думать, что все в порядке, но на самом деле есть проблемы. Второе, если контейнер останавливается, то другие порожденные процессы тоже должны быть установлены. ну и соответственно, если процессы порождаются, убиваются, надо не забывать про зомби-процессы. В принципе, можно написать свой велосипед даже на том же баше, то есть это там какие-то сотни строк, но зачем писать свой велосипед, собирать свои ошибки, когда можно взять что-то готовое. Можно в контейнер запихать ту же систему, которая занимается запуском процессов сервисов в Linux, такие как SystemD, например. Но они, конечно, тяжеловесны для контейнеров, в том числе потому, что они, например, позволяют динамическую конфигурацию, а в случае контейнеров это не очень актуально. Можно сделать готовый демон SupervisorD. Некоторые используют пакет S6, то есть это специальный набор утилит, которые довольно компактны для того, чтобы использовать это в контейнерах. Если мы запускаем в одном Docker файле в одном контейнере только один файл, вопрос, а как же запустить несколько контейнеров? Docker предлагает утилиту Docker Compose, она не входит в стандартный пакет Docker, но ставится отдельно. Про Docker Compose, про использование Docker Compose в продакшене в принципе много споров, и я сейчас не хочу накидывать эти споры, но тем не менее Docker Compose удобен для того, чтобы запустить несколько контейнеров одновременно. В том числе это удобно, например, для построения среды разработчика, для того, чтобы какой-то набор из контейнеров передать другому. Также вы можете найти, например, какой-нибудь пример какого-нибудь сервиса из нескольких компонентов на GitHub, и вы увидите, что там для того, чтобы запустить у себя на «Посмотреть» будет Compose файл. Compose файл состоит из описания нескольких сервисов. Мы можем описать из каких контейнеров, из каких образов запускаются различные параметры, такие как environment, описываются зависимости между ними, и это позволяет взять Docker Compose файл и одной строчкой Docker Compose App запустить приложение или сервис из нескольких контейнеров. Причем, если вы посмотрите на пример, это пример из официальной документации, например, для удобства он разбит на две колонки, но это все в одном файле написано. Например, справа мы описываем окружение для WordPress, мы создаем переменную окружение WordPress dbhost и в качестве хоста базы данных мы напишем просто db, то есть db это имя другого контейнера, который запускает Compose. и таким образом он позволяет находить друг друга просто по названию, внутри будет запущен свой DNS сервер и WordPress просто может обращаться по этому DNS имени. Хорошо, давайте вернемся к проблемам, которые мы изначально обозначали и посмотрим, как же Docker Compose их решает. Но простите, не Docker Compose, Docker. Проблемы разности окружения и конфликтов Docker закрывает полностью. Если контейнер правильно собран, он запускается практически на любом окружении. окружении. Там, конечно, есть какие-то тонкости, например, то, что контейнеры, все контейнеры разделяют ядро операционной системы, поэтому если приложение зависит от ядра или его модулей, оно может вести себя по-разному, но обычно прикладные приложения не так сильно зависят от ядра. развертывание окружения Docker помогает делать, но не делает все за нас, то есть чтобы развернуть окружение, если окружение состоит из десятка образов, нужно искать что-то другое, ну, либо просто запускать десяток Docker контейнеров либо какими-то скриптами, либо какими-то другими средствами автоматизации. Экзотический environment Docker в принципе покрывает, да, если у нас нету Java, мы можем запросто ее получить, и особенно в этом помогает Docker Hub, то, что там есть практически все, что угодно, но единственное, что я не поставил здесь полностью закрытие, потому что любой environment нужно поддерживать, настраивать, если требуется несколько разных контейнеров, если это какая-то распределенная система, то ее тоже нужно запускать, Docker сам все эти проблемы не решает. Ну и логи тоже, тут может быть субъективный момент, Docker в принципе позволяет собирать логи со всех контейнеров, можно подключить какое-то хранилище к Elastic Stack, Elastic Search, и он будет собирать со всех хостов, со всех контейнеров в одном месте. Единственный, например, момент, что если мы подключаем какое-то хранилище, то команда Docker logs у нас уже в принципе не работает, то есть если мы находясь в системе, мы не сможем, мы сможем смотреть логи только там, когда они туда доедут. Ну и другие проблемы, обновление кода, да, Docker позволяет нам сделать обновление кода в лучшем виде, мы можем запустить новый контейнер с новой версии приложения, переключить часть трафика на новую версию, постепенно, постепенно доведя его до 100%, и в любой момент откатиться назад, но это потребует какой-то машинерии поверх Docker, чтобы запускать одновременно несколько версий, перенаправлять трафик, сам Docker из коробки эту проблему никак не решает. Ну и обнаружение сервисов, то есть Docker сам Docker тоже как-то не сильно помогает в этом, то есть есть некий DNS, но это не то, что полностью скрывает проблему. Ну и мы можем посмотреть плюсы, какие дают нам контейнеры, они дают воспроизводимость окружения, разрешение конфликтов различных приложений, различных приложений, различных версий. Они с одной стороны разработчикам дают выбор технологий, а тем, кто эксплуатирует, дают какую-то при этом универсификацию рабочей нагрузки, ну и могут формализовать взаимодействие разработчиков и эксплуатации. Ну, контейнеры позволяют унификация, дает нам много плюсов, но при этом появляются микросервисы, количество контейнеров растет, увеличивается мощность компьютеров, серверов, и, соответственно, встает вопрос, а кто же всем этим будет рулить? Ну, об этом мы, может быть, поговорим позже. Итак, я напомню, что было. На этом, я думаю, на сегодня все. Пришло время для ваших вопросов. Для того, чтобы ничего не забыть, я примерно написал план, о чем мы сегодня говорили. Если у вас какие-то вопросы, давайте задавать в чат, ну или, может быть, потом голосом будет. Да, я пока посмотрю, что есть в чате. на вопрос, мы тут про контейнеры только на Linux или разницы в OS нет? Да, то есть все основное было про контейнеры на Linux, на других операционных системах тоже есть свои контейнеры, как бы немногие знают, но есть контейнеры Windows, которые запускаются в... то есть позволяют на операционной системе Windows запустить приложение Windows в контейнерах. Я с этим не работал, конкретно не скажу, но, насколько знаю, что это только в каких-то коммерческих докер, решениях от докера. Да, ну, естественно, можно запустить виртуалки, можно докер запустить в... на другой физической машине, которая рядом находится под управлением Linux, и через сокет общаться. Так, ссылку на запись, ну, я думаю, это будет позже. наверно Марк расскажет. Либо там же, где анонс был на Metap.com, либо где-то еще. Как правильно разрабатывать, пробрасывать код волиумом? Ну, код волиумом пробрасывать это, в общем-то, как раз не самый правильный подход. То есть, это можно использовать на какой-то переходный период, когда, когда вот у нас сейчас код крутится нативно на машине, а мы хотим, а мы хотим как-то перейти. То есть, если мы отправляем образ в продакшн, там должен быть уже весь код, он должен собраться на какой-то там, на, где-то на CICD. Если имеется в виду вопрос разработки локальной, ну, в принципе, да, то можно для локальной разработки пробрасывать код, если то, на чем вы разрабатываете, позволяет какую-то быструю перезагрузку кода. Так, там вопросы уже задали все в чате, ты на все ответил? Ну, да, наверное, на все. Может, я что-то пропустил? Смотрите, я сейчас включил, можно у себя двух включать, если хотите задать вопрос голосом, и можно задавать голосом. Возможно, у кого-то есть желание. до этого возможность включать звук у себя была отключена, а теперь включена, можно пользоваться. всем привет. Как-то используется более традиционная система контейнеризации, там, LSC, DGLs, FreeBSD, например? Сейчас какие-то кейсы современные есть у них? Ну, про FreeBSD я точно не скажу, ну, практически нет, особенно после того, как после того, как Docker отделил от себя контейнер D, то есть контейнер D как бы сейчас поддерживается комьюнити, он, в принципе, всех устраивает и большинство использует контейнер D. Ну, конечно, другие рантаймы есть, и если забегая вперед смотреть на Kubernetes, то там, да, тоже по умолчанию используется контейнер D, но, в принципе, другие рантаймы подключаются и есть. Плюс есть там всякие OpenContainer инициатив, то есть есть формат образов Docker, а есть OCI. Контейнер D и те поддерживают. Так что это практически основное. Да, вопрос объяснения задачки со стат. Ну, могу, да, могу попытаться объяснить. Я просто думал, может быть, кто-нибудь, может, у кого-то какие-нибудь идеи будут и по ходу напишет. Но вообще-то, конечно, сложно. Это, наверное, больше на знание задачка, чем на то, что можно сообразить по ходу. Значит, здесь выполняются те же самые команды, но в первом случае они выполняются в одной строчке, поэтому они запускаются один раз на том же, в одном и том же слое. Создается директория этого ее названия WH, Sbin, и выполняется стат. Sbin есть в Alpine, стат выполнился без проблем. Тут как бы все понятно. Интересности начинаются в другом случае. Мы в одном слое создаем директорию WH. Sbin. Этот запуск остановился. А на самом деле WH, если мы погуглим, то мы можем прийти к исходникам, например, к исходникам докера. WH это сокращение от wipe, стирать. И когда слой, то есть если мы делаем удаление, удаление какого-то файла или директории, то создается точно такой же файл для того, чтобы пометить, создается точно такой же файл для того, чтобы удалить файл из предыдущего слоя, создается такой же файл с названием W, с префиксом WH. И поэтому, когда на следующем слое запускается стат, он уже Sbin не видит, потому что команда run на второй строчке эквивалентна тому, чтобы мы написали Rm, Rf, rmdir, Sbin. Вот, надеюсь, понятно. Не совсем понятно, зачем нужны namespace. Namespace — это механизм ядра Linux, благодаря которым происходит изоляция различных ресурсов. Namespace — есть несколько штук. Namespace — любой процесс находится в каком-то namespace. ненавистья. И, соответственно, когда мы создаем новый namespace, мы можем поместить туда один или несколько процессов, и они будут видеть только определенный ресурс. Мы можем создать новую виртуальную сетевую карту, сделать netnamespace, и процесс будет видеть только эту сеть. Ну, соответственно, процессы, которые мы поместим в PID namespace, процессы identifier, они будут видеть только друг друга. Так, неплохо было бы осветить тему PID 1. Ну, я немножко тему поднимал, я немножко эту тему поднимал на том, что мы говорили про несколько процессов, то есть в системе Linux процесс с идентификатором 1, это init-процесс, который запускается при старте. Ну, а если вы обратили внимание, внутри контейнера именно тот процесс, который указан, он получает этот идентификатор. ну, я не знаю еще, Олег, что может еще сказать про PID 1. То есть на хосте процесс с идентификатором 1, он занимается тем, что он запускает другие процессы, следит за ними, соответственно, если нам нужно это сделать внутри контейнера, мы тоже должны какую-то init-систему туда поместить. Ну, если можно, я прокомментирую, тогда я слушаю. А, да, конечно. Смотрите, там такая идея, что на PID 1 возлагаются дополнительные обязанности по сравнению со всеми остальными процессами. И одна из его обязанностей это транслировать сигналы, полученные от операционной системы, либо от оператора, неважно, такие как SikKill, SikHub, всевозможный, то есть операционная система может подавать процессам некоторые сигналы, и эти сигналы намекают процессам на то, что нужно как-то отреагировать. Ну, в частности, например, завершить свою работу не в аварийном порядке, а в плановом порядке, да, то есть если процесс получает некий сигнал, скажем, там, SikTerm, он должен заботиться тем, чтобы закрыть сетевые соединения, сбросить буфера на диск, то есть сделать какое-то консистентное завершение. И, к сожалению, Docker Remote собран как бы самым примитивным образом, ну, допустим, мы используем какую-нибудь, не знаю, Java, да, мы запускаем некий просто Java процесс, вот, и если мы не озаботились тем, чтобы этот Java процесс стартовал под PID-1, то этот Java процесс, ну, допустим, он запускается у вас из Basha, из какого-нибудь там entry point, start sH, в Java это очень частое явление, вот, то, к сожалению, если он получит не PID-1, а следующий какой-то PID, то до него эти сигналы перестанут доходить, то есть, когда вы будете убивать свой контейнер, или это не вы будете убивать, если это Kubernetes будет убивать, или если, ну, то есть, вот в этом традиционном workflow, когда нужно завершить работу процесса, у вас будет неприятная особенность, ваш контейнер не будет получать никаких сигналов и будет убиваться принудительно и неожиданно для себя самого, но в частности он не может получить сигнал в том числе и на то, что, например, конфиги перечитать, ну, традиционно для этого сигнал Hub используется, секруб, вот, поэтому если вы не хотите попадать в такую ситуацию, вам нужно либо погуглить то, что называется PID-1 проблем и, скорее всего, будет решение поставить какой-то легковесный монитор типа init, ну, кстати, в докере есть опция, по-моему, начиная там с какой-то 18 версии, вы можете docker run да, 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 там есть какой-то init параметр, тогда он будет модифицировать строку запуска, то, что вы в качестве entry point указываете, кстати, тема с entry point и cmd, и command line тоже не была до конца раскрыта, там есть нюансы, условно говоря, там в квадрате, если через запятую, если не через запятую, там есть некоторые нюансы поведения, но это немножко сложно для начинающих, это тоже можно погуглить, вот, но суть сводится к тому, что вы либо ставите специальный такой легковесный запускальщик вашего основного процесса в сам свой docker image, либо это делает за вас docker с командной строкой минус-минус init, либо вы делаете так, чтобы ваш, допустим, java процесс сам становился pidом 1, и если у него нет дочерних процессов, если вы из самой java через там операционную систему, через exec, через вызовы не запускаете дочерние процессы, то в принципе это прокатит, это норм, но для этого нужно, чтобы у вас как бы entry point с запуском java содержал команду exec, есть такая линуксовая команда, которая делает так, что у вас как бы еще надо сказать, что когда вы указываете просто вот кмд, да, свой, и там сказано просто стартовать процесс, который называется, ну, допустим, там, сервер, то на самом деле докер внутри себя запустит команду sh-c сервер, ну, то есть он как бы добавляет туда sh, вот этот вот shell, да, через shell можно, да, другой указать, в принципе, получит pit1, а shell не умеет без дополнительных приседаний, если вы специально там на баше не запрограммируете обработку как бы этих вот ивентов, да, это сделать можно, но это надо уметь делать, это нужно, ну, написать такой башскриптик неслабый, вот, поэтому вы либо запускаете команду exec, которая замещает текущий shell и pit1 переходит на дочерний процесс, ну, там, на java или на ваш там какой-то, бинарник, если он на go написан, либо вот один из двух вышеперечисленных вариантов, это минус-минус init, или это какая-то, вот какой-то init, встроенный в сам контейнер, который умеет проксировать сигналы, полученные вот как бы на pit1, он умеет их рассылать всем дочерним процессам и дожидаться их завершения, это чтобы не плодить зомби процессы. Надеюсь, понятно объяснил, но в любом случае, если вы погуглите pit1 зомби проблем, то какие-то из этих решений там, скорее всего, будут описаны. Хорошо, спасибо, Олег, за уточнение. Да, ну и то есть я касался немножко этой темы, когда говорили про несколько процессов, в том числе можно взять какую-нибудь готовую там систему init, как Олег тоже говорил уже, что есть, можно написать bash файл, я находил даже какие-то примеры, там какие-то сотня-две строк, ну, возьмите готовую какой-то init систему, тот же самый S6. Так, безопасно ли запускать в контейнере процесс под root, может ли он вырваться на хост? Во-первых, root, как я уже говорил, есть capabilities. процесс был запущен в нашей демонстрации, процесс был запущен под root, но я детально этим не касался, если мы посмотрим, там capabilities, это набор битовых флагов, что позволяется, и по умолчанию, если мы контейнер не запускаем, если мы запускаем контейнер в privilege, то это там все capabilities не маскируется, либо можно там отдельными манипулировать, но по умолчанию он запускается просто там урезанный по максимуму, поэтому тот root, он как бы не тот же самый root, который мы просто на хосте имеем, но мы и на хосте можем также получать рута с ограниченными capabilities, поэтому это в принципе довольно безопасно. Как пробросить соки, соки докера на localhost? Ну, можно пробросить через ssh, то есть у него есть forward, нам нужен в данном случае forward как там, local port forward, минус L большой параметр, он может там с какой-то версией он может на unique соки даже сразу напрямую пробрасываться и я в принципе это делал даже с VSL, который VSL первый, то есть просто в VSL пишу SSH подключаюсь к своему серверу, добавляю минус L varrun докер-сок и все и получался проброс. Так, еще от Олега сборка имиджей не из-под рута, ну да, там есть множество, ну, опять же, я, например, не из-под рута запускал, но у меня был доступ к докер-энжину, есть какие-то альтернативные системы сборки, которые могут собрать контейнер, но не могут запускать команду, ну, не могут директиву run, ну, то есть, потому что когда в докер-файле встречается докер-файл, директива run, по сути запускается контейнер с этой командой. Ну, и там можно запускать в как докер-компоуз протянуть аргументы при старте можно юзать через арк. Я, честно говоря, с докер-компоуз много не работал, наверное, не подскажу, арк в докер-файле он только на момент билда, то есть, если в момент билда мы пишем докер-билд какой-то там арк или билдарк, да, докер-билдарк, наверное, то в докер-файле можно размещать директиву арк, и она будет получать этот аргумент, он никак не будет сохраняться в сам имидж, в отличие от envo, от директива env, директива env прописывается в образ контейнера и всегда будет там, ну а так, чтобы запускать сборку контейнеров из-под докер-компоуза, не сталкиваю, не было опыта. так, как в итоге правильно деплоить приложение с докер-компоуз, не знаю, у меня нет большого опыта деплоя с докер-компоуз, в следующий раз я планирую рассказать, как деплоить контейнеры на кубернекс, а докер-компоуз не подскажу. Ну, то есть, насколько я понимаю, да, то есть мы можем докер-компоуз написать для локальной разработки, а те же самые контейнеры просто в продакшене запускать либо там вручную, либо в какой-нибудь другой системе оркестрации. Ну, да, да. А, докер-компоуз, билд, билдарк. Если параметров много, то строка становится крайне некрасивой, но жаловаться на красоту строк в линуксе такое. То есть, да, иногда, когда мы либо собираем контейнеры, либо мы запускаем докер, нам может понадобиться очень много чего передать. Мы передаем environment, монтирование, то есть, да, действительно, там иногда получаются строчки на несколько экранов. вы еще посмотрите, какие строчки запускаются, когда какой-нибудь QM запускается. Докер-компоуз файле нет параметров, а в докер-компоуз файле нет параметров, где мы можем перечислить красиво все аргументы. Не знаю, наверное, нет. Ну, то есть, environment мы можем прочесть, перечислить. Нет, не подскажу, может быть, кто-то более опытный пользователь докер-компоуза поможет докер-компоуз subcubernets. Да, да, ну, в докере уже есть и кубернets. Да, вам всем спасибо. Так, ну, все, у нас если вопросов больше нет, то давайте поблагодарим Павла. Он большую работу проделал, собрал кучу материала, несколько недель готовил доклад, прогонял несколько раз. По-моему, получилось круто, материал действительно много. Надеюсь, у кого были какие-то сложности с пониманием с въездом в докер, то вот он их сумел объяснить, разъяснить. И в следующей нашей встрече через неделю Павел продолжит рассказ уже про кубернетис. Вот там выше ссылка я выложу в YouTube сегодня, но если вы не найдете, просто ищите в YouTube Московский клуб программистов, попадете на наш канал. И на метап.com я выложил анонс следующей нашей встречи, которая состоится 4 июня, там можно записываться. Спасибо всем, кто слушал. До свидания. всем большое. Если есть какие-то вопросы, можете писать на почту, в Telegram, приходите на метап, приходите в чат клуба программистов. подписывайтесь на Продолжение следует...